здравствуйте дорогие друзья любители квестов и адвенчур продолжаем прохождение замечательного хоррора черное зеркало загрузим последнюю сохраненную игру и вспомним что мы в прошлый раз вернулись в замок и сейчас мы занимаемся ожиданием того когда доктор герман проявит нам наши фотографии тех страшных таинственных символов которые мы нашли на местах гибели всех несчастных жертв это сара выльяма и садовника генри и также мы ждем пока местный мастер на все руки марк сделает нам копию ключа от мусорного контейнера около док дома доктора германа потому что мы видели как доктор что-то туда выбрасывает такое подозрительное и интересно было бы узнать что именно ну а пока мы ждем мы путешествуем по всем доступным нам локациям говорим со всеми персонажами на те темы которые сейчас доступны так что давайте теперь поговорим с викторией она по-прежнему вот с этим электрическим чайником сидит у камина и читает я хочу поговорить с вами виктория тут очень долгие паузы всегда пока персонажа нам ответит я плохо себя чувствую сэм извините я надеюсь что роберт составит вам компанию вместо меня конечно я вернусь позже ну хорошо с викторией поговорить не получится спустимся пока что в подвал и поговорим с бейтсом а потом и с робертом тоже я хочу задать вам вопрос я к вашим услугам сэр я нашел письмо в котором генри обвиняет мориса в том что он крал вино из наших погребов вы знали об этом честно говоря сэр я догадывался о том кто может за этим стоять почему вы ничего не сказали я не хотел чтобы мадам волновалась скольких бутылок вина после того что здесь случилось в погребах так много вина сэр что вряд ли кто-то мог заметить пропажу дюжины бутылок ничего себе дюжины бутылок ладно бы 1 1 1 2 стащил так целых 12 штук стырил считай один ящик или даже возможно 2 зависит от количества и объема этих бутылок знатно знатно так конюх подтягивает наше венцо старенькая генри написал своем письме что морис бывший заключенный вор это правда я в это не верю сэр морис конечно скотина но он не стал бы никому причинять вред он выполняет то что ему говорят выполняет хорошо и с ним никогда нет проблем ну бейтс я в этом не так уверен думаю мне пора я вернусь к работе ну и сам я конечно с тобой согласен не нравятся мне все эти типки ну а что ты предлагаешь уволить его что-то кто тогда работать будет тут и так никого не найдешь в это наше поместье после всех этих страшных каких-то событий стучимся к роберту мне нужно поговорить с вами роберт конечно роберт я хотел бы задать вам специфический вопрос специфический слушай хорошо возможно ли чтобы недавно умершее тело было полностью лишено крови то есть нет крови вообще я действительно не ожидал такого странного вопроса что вы имеете в виду если способ полностью лишить тела крови дайте подумать нет мне кажется что это все таки невозможно в человеке остается много крови даже если он умер от потери крови если это то что вы имеете в виду и действительно странно почему вы спрашиваете об этом это имеет какое-то отношение к смерти генри даже не знаю какой ответ выбрать ладно давайте опять выберем положительный я честно скажу не знаю как это влияет на конечный итог игры мне кажется все таки что никак но я уже один раз тут лоханулся и выбрал отрицательный ответ нужно было придерживаться тогда уж какой-то определенной позиции выбирать например все время положительные ответы или все время отрицательные так что боюсь что теперь уже все равно ну ладно выберем положительный да я говорил с доктором германом он сказал мне что в теле генри полностью отсутствовала кровь вы наверное его неправильно поняли нет я понял его правильно между прочим он сказал тоже что и вы он никогда не видел ничего подобного почему вас так интересует смерть генри я знаю что это серьезное дело но вы ведь его даже не знали мне интересно когда такие вещи происходят у меня дома а вообще-то я удивляюсь почему вам это не интересно ну у меня сейчас нет времени чтобы об этом думать генри повстречал свою судьбу и сейчас это дело полиции почему роберт это не интересует я должен идти хорошо приходите в любое время если вам что нибудь понадобится сэм да сэм прав если у тебя дома происходит убийство это должно тебя интересовать в той или иной степени даже если ты никак не причастен к этому делу не каждый день же убивают садовника еще лишая тела крови полностью ладно надеюсь доктор проявил наши фотографии давайте наведаемся к нему и я могу поговорить с вами минутку и он действительно почти минутку сейчас будет ждать да я слушаю доктор готовы ли мои фотографии конечно я положил их на раковину большое спасибо а вот они похоже лежат можем их забрать интересно получилось ли у нас что-нибудь заснять я положу фотографии в мой дневник но все отлично фотографии забрали так что теперь можем отправиться на этот раз уже в лозовую заводь в бар и проверить не сделали марк нам ключ как насчет кружечки для мистера гордона нет спасибо может позже да зря отказываешься сэм такая погода кружечка не повредит вы не видели марка нет он еще не приходил у него наверное есть работа он вам нужен нет просто спрашиваю ну да просто спрашиваем на самом деле нужен как раз работа то у него благодаря нам ладно раз его нету теперь сходим в церковь убедимся что она закрыта и снова вернемся сюда в бар церковь закрыта ну что и требовалось доказать не передумали насчет ужина моя мэри отлично готовит все здесь подтвердят я вам верю но я просто не голоден просто хочу задать вам несколько вопросов пожалуйста вы не видели марка нет он еще не приходил у него наверное есть работа он вам нужен нет просто спрашиваю а вот это вот уже интересно по идее пока мы сходили в церковь туда-сюда он должен был прийти и оставить здесь для нас ключ наш а если этого не происходит то значит я где-то накосячил так будем сейчас разбираться какой ужас символы очень похожи только центральный отличается ну да внешне это каем очка у них одинаковая вот я как раз на эти фотографии забыл взглянуть наверное что вам угодно сэр я хочу спросить вас кое чем конечно давайте вы не видели марка он должен был ждать меня тут а он только что забегал но сразу куда-то ушел но он оставил для вас этот ключ спасибо спасибо марку за проделанную отличную работу все я нашел косяк я забыл взглянуть на фотографии в дневнике полученные от доктора ну это было предсказуемо так что отправимся теперь опять же к нему домой и покопаемся немножко в мусоре любимое занятие в любом квесте что же там такое выкинуто вскроем вот этот мусорный контейнер доктор там внизу вскрывает трупы ну а мы пока по-простому только контейнер и заглянем внутрь да что тут мало чего-то приятного чьи-то вон костяшки вонь гниющий плоти режет глаза отвратительно да 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 вот знак на у него мусор я и говорю какой-то пакет с кровищей в общем какие-то куски труп очков так по виду похоже хм карманы пусты но я чувствую внутри что-то твердое одежду генри уже выкинули ничего себе человеческие останки не нужно ли захоронить их да вот у меня тот же вопрос из пакетов сочится кровь я не буду это трогать правильное решение ага значит кроме одежды генри здесь больше ничего интересного и нету ну не считая того что здесь какие-то останки куски трупов и еще прочие радости жизни у нас же в шахматной фигурке вот в этой спрятан ножик потайной давайте-ка и применим его на одежду генри попытаемся это что-то твердое что там нащупывается вытащить камень прекрасно огранен мм какой-то алмаз красивый и большой судя по всему камень прекрасно огранен и теперь давайте соединим вот этот алмаз с этим странным предметом все части отлично соединяются значит это куски одного целого для чего только нужна эта странная штука думаю что ответ ждет нас в приходе вормхилла в церкви и я надеюсь что да судя по иконке она уже открыта заходим внутрь да церковь тоже древняя по моему даже чуть ли не древнее самого замка как тут говорят выглядит очень церковь была построена во времена правления Маркуса Гордона Милосердного в 1230 году пусть этот приход ведет людей к благоденствию и укрепляет веру в нашего бога вот в 1230 году друзья вы можете себе представить настолько старинную церковь здесь какая-то еще решетка решетка но она заперта понятно все теперь мы можем двинуться сюда влево взглянуть на алтарь да церковь красивая действительно и действительно древняя здесь вот исповедальня и как я понимаю вот это вот местный священник много лет назад я исповедовался здесь после святого причастия стоп подождите исповедовался после причастия обычно вроде до а это прихожанин какой-то интересно нам нужен только отец Фредерик да я могу с вами поговорить конечно сын мой я слушаю я сэм гордон много времени прошло с тех пор как мы встречались в последний раз но я помню вас я хочу поблагодарить вас за ваши слова на похоронах вам не нужно благодарить меня это было меньшее что я мог сделать для Вильяма а тем для разговора у нас много отец я бы хотел поговорить с вами о Уильяме мир праху его что вас беспокоит сын мой я знаю что он часто сюда приходил да как и многие другие люди которые регулярно исповедуются чтобы очистить свои души мне известно что он приходил сюда и ночью что вы на это скажете ну что ж думаю вам я могу рассказать он просил меня пустить его на старую колокольню он был очень настойчив и в конце концов я выполнил его просьбу как вы думаете что он искал там не имею понятия он хотел побыть в одиночестве и я уважал его желания он всегда проводил там много времени а затем выходил изможденный я в самом деле больше ничего не знаю что же он там делал я слышал что когда-то на этом чердаке казнили еретиков согласно хроникам процессы происходили прямо над тем местом где мы сейчас стоим странное место для постройки церкви вы не находите эту церковь построил маркус гордон ваш предок он хотел хотя бы частично искупить грехи за те вещи которые творились здесь я думаю он избрал правильный путь взгляните на это отец вы случайно не знаете что это может быть боюсь что нет я бы сказал это очень старая вещь к сожалению не имею ни малейшего понятия скажите отец что вы знаете о маркусе гордоне он был великим человеком своего времени прямая противоположность своему старшему брату мордред был жестоким богохульником он мучил невиновных на своих процессах слава богу его правление продлилось недолго маркус убедил крестьян поднять восстание и им удалось свергнуть его власть вы должны гордиться тем что в вас течет его кровь сын мой отец я могу исповедаться конечно вы хотите сделать это сейчас нет я имел ввиду немного позже такие вещи нельзя откладывать поверьте мне я вернусь позже обещаю отец я бы хотел попросить вас об услуге я бы очень хотел взглянуть на старую колокольню но сын мой колокольня закрыта для посетителей зачем вам нужно попасть туда боюсь сейчас я не могу вам этого сказать но это очень важно поверьте ну что же хорошо я сделаю исключение но только один раз спасибо пожалуйста следуйте за мной ну понятно что сэм хочет посмотреть что же здесь сэр Уильям искал и мы же не обычные посетители я оставлю вас в одиночестве мне нужно вернуться в церковь к моим прихожанам конечно отец благодарю пожалуйста сообщите мне когда закончите чтобы я запер решетку конечно мне нужно выяснить как Уильям попал в гробницу Маркуса я не уйду до тех пор пока не обнаружу вход ага ну точно ну конечно же здесь должна находиться потайная дверь в гробницу Маркуса я очевидно Уильям ее то и искал здесь отверстие какое то вот здесь под свечкой очень уж оно подходит для вот этого странного предмета или нет давайте его осмотрим внимательнее напоминает камень о и вдруг откуда не возьмись выехал стол прямо из пола как же его никто не замечал его же должно было быть как то сверху видно ну или он был под что то замаскирован давайте взглянем на него должно быть об этом Уильям писал в своем дневнике нужно выяснить как это работает а да 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 у него там был рисунок вот этой штуки а а то есть эта головоломка заключается в том что нам нужно все белые вот эти вот камушки придвинуть вот сюда к белым камням вот здесь по краям отмечены а все вот эти вот черные да черные должны быть придвинуты вот к этим черным камням соответственно ну а красный должен остаться по центру ну что ж давайте приступим сейчас я тогда традиционно уже промотаем этот процесс ну вот у меня наконец практически получилось как вы видите сейчас я вот буквально последние камушки допередвигаю выстраиваю все в линию наконец-то правильная комбинация и готово и что же происходит где-то открылся какой-то проход какая-то каменная дверь сдвинулась но где а вот под этим ковром отлично ну что ж а спускаться вниз в неизвестность мы будем в следующий раз так что обязательно подпишитесь на канал поставьте палец вверх под видео оставьте комментарий и про группу вконтакте тоже не забудьте ссылка в описании спасибо за внимание до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok